здравствуйте приветствую вас на канале цветочная фея омск сегодня прошло ровно две недели как я начала эксперимент с капиллярными матами сейчас по поводу моих наблюдений капиллярные маты то есть грунт приходится все равно кое-где он подсыхает кое-где до горшочка не доходит и мне приходится все равно просматривать каждый каждый горшочек пролит или нет по поводу грунта который я делала грунт я делала получается с большим количеством пенопластовых шариков чтобы аэрация была получше боялась залива по поводу все-таки моего страха о том что будет слишком много влаги оправдалась потому что у многих листиков я обнаружила вот такие моменты да вот это вот свидетельствует о том что много влаги вот эти вот пожелтевшие края это конечно не у всех но вот такое вот у нас есть да но это у нас как раз именно свидетельствует о том что кое-каким такое болеть большое количество влаги не нравится вот возьмем например так сильно прям опушеный но это может то что сорт вот возьмем розовую пантеру да вот что происходит с листом от такого большого количества влаги то есть он вот такие вот пятна вот но это тоже вот из-за влаги вот рост по поводу роста растет действительно лучше действительно быстрее действительно все загущается до две недели назад вот лилиан садила было два листа сейчас он настолько опушился места нету то есть прям вот арбузик у нас было там три листика по моему уже тут появление четвертого листа также касаемо тоже других то есть они настолько загустились что сейчас после съемки этого видео я обязательно мне придется прорядить все и поставить то есть по убирать я слишком густо все поставила но ставила я густо потому что у меня везде были по два листа по три листа то есть было достаточно места сейчас все это вот настолько загустилась что очень трудно пробиваться листьям остальным вот то есть да у февраля вот то есть все загустилась вот то есть получается влажность влажность конечно хорошая но каждый сорт наверно на нее реагирует по-разному вот возьмем даже сорт сейчас я скажу какой да это у нас получается инконихт ну вот ей по ходу дела такая влага не понравилась возьмем сорт арбузик арбузик чувствует себя хорошо то есть нигде у него не пожелтевших не участков нету ничего нету завтраку тифани тоже чувствует себя хорошо султана то есть все окрашивается большое сердце то есть ну все себя чувствует хорошо поэтому делаю вывод что грунт наверное я еще больше в следующих своих то есть матами я продолжаю пользоваться буду пользоваться и наверное все таки я переведу все на маты растения поставлю детки тоже на маты то есть вот в таких стаканчиках я в большие больше садить вот в такие не буду то есть я все поставлю в 100 граммовые стаканчики буду ставить сделаю отверстие побольше и поставлю получается елена пробовала маты пробовала но грунт она смешивала с землей да то есть простой там для бегоний цветочный грунт и у нее стала грунт покрываться ну знаете вот такой вот как паутиной да вот как плесень паутина такая легкая то есть тяжелый грунт не годится этот грунт то есть классман спирлитом то есть здесь нету нигде ни плесени ни побеления ничего нету то есть все в полном порядке вот то есть поливаю я сюда но опять же я говорила что некоторые все-таки воду плохо брали и мне приходилось все-таки приходится проверять это не так что в мат полил воды и все этого было достаточно нет все равно мне приходится просматривать каждый потому что например вот здесь вот вот эти вот сорта я обнаружила что ну прям подсохший был грунт и я еще верхним поливом воспользовалась и поливала их ну так в целом я скажу по росту мне очень понравилось рост действительно за две недели то есть да если вы посмотрите то видео как у меня все было реденько и сейчас то разница буквально на глазах то есть получается из минусов это все-таки специфика определенных сортов которые такую была влагу не выносят ну их получается у нас сколько раз два пожелтения от избытка влаги ну и наверное все а нет три то есть получается из всех трех поддонов только три сорта сорт канада у нас плохо реагирует на избыток влаги вот она на желтизна инконихт плохо реагирует так тарантул тарантул я думаю тоже вот это вот желтизна я думаю тарантул тоже как бы влага не очень вот ну и все получается а ну и розовая пантера лист то есть до этого лист который стоял просто не на таком поливе совершенно нормальный видите осталась окраска новый лист вот вот они у нас пятна вот такой вот он некрасивый вот вот тут еще один раскрывается по ним пока непонятно наверное я их с влаги уберу вот так в принципе все нормально то есть делаем вывод что грунт должен быть как можно легче вот то есть чтобы аэрация была хорошая чтобы грунт был не тяжелый то есть не образование плесени ничего не было вот у нас во всех горшочках мы проверим грунт вот все чисто не белого налета ничего такого я не наблюдаю вот то есть везде грунт чистый везде он темного цвета то есть о чем освидетельствует о том что влага в нем присутствует так чтобы сильно они замокшие были такого тоже нету то есть до влажный грунт но он не мокрый поэтому да я ставлю матом положи больше положительных моментов поэтому я наверно переведу все свои бегонии на маты вот из минусов ну из минусов я говорю это наверное определенные сорта только вот среагировали второй минус у нас это то что все-таки надо за горшочками следить чтобы везде влага была поступала нормально вот дабы не засушить ну все в принципе минусов нету поэтому я считаю эксперимент удался мне очень понравилось спасибо за внимание буду еще снимать дальше эксперименты будем еще пробовать скоро сделаю сейчас порядок на виду с ящиками то есть мне надо там по сортам все определиться и потом сделаю обзор еще по своим вообще бегушкам и по своим остальным стеллажам вот здесь у нас все растет все хорошо ничего не проветриваю все себя чувствуют все ящички великолепно себя чувствует спасибо за внимание до свидания ставьте лайки всего доброго